На берегу реки Амур в частном доме, который был брошен хозяевами и стал местом обитания маргинальной компании, произошло убийство. И жертвы и подозреваемые жили в старой избе. Они относились к числу люмпинов, которые подкармливались у собора на площади Славы в пяти минутах ходьбы от избушки. В смертельной драке предшествовало утреннее распитие спирта. В нем принимали участие семь человек. Через некоторое время компания начала расходиться. В итоге мужчины остались один на один. Катализатором и поводом для ссоры стал алкоголь. 67-летний бродяга предложил своему приятелю выпить еще, но тот отказался. Более того, грубо посоветовал оставить спирт на потом. Фигурант бутылку все-таки отнял, а дальнейшее представил как самооборону. Некоторый опыт в общении со следователями у подозреваемого есть. Он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Со слов подозреваемого потерпевший взял нож и направился к нему. Таким образом между ними завязалась борьба, в ходе которой подозреваемый нож, который находился в руках у потерпевшего, все-таки забрал и, повалив его на диван, это опять же со слов подозреваемого, он нес ему один удар в область шеи. Задержанный рассказал, что дальше случилась амнезия, и с памяти пропали еще пять ударов. От тела маргинал решил избавиться, сбросив труп с обрыва к реке. Погибшего он связал по рукам и ногам и завернул в целлофановые пакеты. Пока подозреваемый готовился бутыльника в последний путь по реке, вернулись остальные жители дома. Покрывать своего знакомого они не стали и сразу вызвали полицию. Подозреваемый задержан и ждет ареста. Личность убитого не установлена до сих пор. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.